Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал Алис Киндер Тойз. Сегодня у нас обзор игровых наборов World Peace Keepers с отлично детализированными фигурками, военной техникой и военными аксессуарами. Приобрести их можно в магазинах Toy.ru. Ссылочку оставлю в описании под видео. Я открою три набора игрушек. Армейский полевой лагерь. Лицензионная модель Humvee с двумя солдатами. И набор Армейская жизнь. Будет интересно! Эти игрушки предназначены для детей от трёх лет. Фигурки выполнены в масштабе 1 к 18. Начнём с набора Армейская жизнь. На обратной стороне коробочки можно посмотреть на всю линейку игровых наборов World Peace Keepers. Смотрите, чего тут только нету. Хаммеры, лодки, бронетранспортеры, танки, баги, амфибия, зенитка, строжевая вышка, поле боя, вертолёт, ещё один вертолёт, штаб, самолёт и ещё вертолёт. Собери их всех и устрой эпическую битву. Да это же настоящая казарма с двумя солдатами, шкафчиком, двуспальной койкой и разными аксессуарами. Смотрится круто. Давайте всё распакуем. Распаковал я весь набор, открутив тысячу верёвочек. Теперь рассмотрим всё в подробностях. У каждого солдатика до 22 точек артикуляции. Можно крутить его как хочешь, любые позы придавать ему. У него вращается голова, в плечевом суставе, в локте крутится, даже вот здесь поворачивается. И кисть вращается. Туловище крутится. Ноги подвижные. В коленях сгибаются. Вот тут вращаются. И голень тоже подвижная. Руку он всегда держит на спусковом крючке. Неплохая детализация формы. Одет в камуфляж. На голове каска с очками. Рыжие усы и брови. Голубоглазый. А второй солдат стоит с винтовкой М16. Серьёзный такой, на боевом посту. Оружие можно достать из руки. Так же всё у него крутится, двигается, вращается. В комплекте есть аксессуары. Вот такой бронежилет. Кстати, его, похоже, можно надеть на солдатика. У него есть крепление. Интересно. Так. Оп. Всё застегнулось. Наш солдат теперь в бронике. И есть в комплекте ещё одно оружие. Вот такая винтовка с подствольным гранатомётом. Ставим его в руку. Теперь солдатик выглядит покруче. Так же в комплекте есть вот такой бинокль. А вот бинокль в руку не вставляется. Просто как аксессуар идёт. Так же есть вот такой рюкзак походный. У него настоящие резиновые лямки. Давайте приоденем. Первый раз встречаю солдатиков с такими классными аксессуарами. Где твоё оружие. Солдаты готовы идти выполнять боевую операцию. Так же в комплекте идёт вот такой шкафчик. Его можно открыть. И тут целых три полки. Можно хранить в нём аксессуары. По-моему очень здорово. А ещё есть двуспальная койка. С мягкими матрасами. Матрасы съёмные. Настоящая казарма. Здорово, что солдатикам можно придавать различные формы. Например, этот сел и стреляет из автомата. Неплохой набор. Двигаемся дальше. Следующий набор называется армейский полевой лагерь. Здесь тоже два солдата. Но аксессуаров намного больше. Как всё хорошо упаковано. Буду разбирать. В этом наборе вам самостоятельно предстоит собрать палатку. Почувствуйте себя в настоящих полевых условиях. Собралась шикарная крепкая палатка, в которой могут укрыться несколько солдат. Также в комплекте есть вот такой забор из колючей проволоки, чтобы никто не попал в лагерь. Ещё тут есть вот такой прикольный костерок с котелком. Солдаты готовят себе ужин. Наверное, варят тушёнку. Кстати, смотрите, как он классно сделан. Тут настоящие верёвочки, как будто подкопчёные. Всё двигается. Даже вот это разборное. Детализация отличная. Шикарный колодец, который военные нашли в пустыне. Весь покрыт песком, очень древний. У него даже ведро есть на верёвочке. Солдат из него добывает себе воду. Солдат с винтовкой М-16 в пустынном камуфляже. И ещё один солдатик с огромным гранатомётом. Как бахнет из такого, мало не покажется. Вот этот солдатик мне больше всех нравится. Большое количество аксессуаров. Две канистры с бензином. Два чёрных бронежилета. С застёжками. Ящик под боеприпасы. Можно что-нибудь в нём хранить. Крышка закрывается. Походная рация. Также можно одеть на солдатика. Есть лямки. Маленький гранатомёт. Чайничек. И ещё какая-то непонятная штука. Может быть это мина? Замечательный набор. Целый лагерь в пустыне. И последний, самый большой набор. Лицензионная модель Хамви с двумя солдатами. Военная техника. Это по-моему самое крутое, что может быть в наборах с солдатиками. Курьер, который доставлял мне игрушки, помял коробку с камерой. И у него отломилось крепление пулемёта. Очень обидно. Вот оно. Обломанное. Теперь его нельзя установить. Печально. Вначале посмотрим на солдатиков. Камуфляж у них точно такой же, как из армейской жизни. А вот оружие отличается. Вот его мощная пушка. Со снайперским прицелом. Переносная рация. Это, похоже, маленький гранатомёт. Бинокль. Походный рюкзак. И канистра. Также есть вот такой ящик для патронов. Вот такие патроны, мощные к пулемёту. И сам пулемёт. Смотрится внушительно. Патроны вот сюда вставляются. Теперь поглядим на тачку. Она довольно тяжёленькая и большая. Есть стёкла. Боковых дверях нет. Дверки можно открыть. Внутри четыре сидения. Руль у машинки крутится. Камуфляжные раскраски. Выхлопная труба выведена. Есть фары. Большие колёса. Багажник открывается. И можно складывать сюда военные аксессуары. Или солдатом загружать. Отлично подойдёт для игры. Но самая крутая штука. Это пулемёт на подвижной платформе. Но так как крепление отломано. Так прицеплю потихоньку. Ещё у хаммера открывается люк. Можно сюда бойца посадить. Он даже гнётся пополам. Прикольно. Крутой хаммер. Вот такие классные солдатики. Хаммер. И разные военные аксессуары. В игровых наборах World Peace Keepers. Которые можно купить в магазинах Тойру. Мне игрушки понравились. Особенно техника и аксессуары. С отличной детализацией. С такими наборами можно построить целую воинскую часть. Собрать большую армию. И устроить грандиозные сражения. А что вы думаете об этих игрушках? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по печеньку. Сегодня без сладкого.